здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана что такое самосглас и способы от него защититься большинство людей считает самосглас выдумкой однако это мне не ошибочно человек может сам себя сглазить другое дело что сглаз это незначительное повреждение ауры в отличие от порчи человеческая энергетика обладает способностью восстанавливаться со временем причина самосглаза основной причиной сглаза является чрезмерная самоуверенность дисбаланс завышенной самооценки и реальности приводит к тому что человек сам себя перехвалил и получил обратный результат другой причины может стать и заниженная самооценка негативное отношение человека к себе запускает процесс разрушения энергетики и если вы мыслите включая неудачник то неудачи будут преследовать вас и третья причина негативный прогноз ожидание негатива вызывает внутренний страх который является разрушителем позитивной энергетики если вы ожидаете негативного схода какого-либо дела или у вас возникают страхи на ровном месте будьте уверены они воплотятся в жизнь чего боишься то и происходит эта мудрая поговорка действует безотказно проявление самосглаза проявляться это негативное явление может по-разному зачастую эта тяга конфликтным ситуациям раздражительность нервозность вялость сонливость это наиболее распространенные симптомы самосглаза помимо этого для сглаза характерны неудачи беды мелкие неурядицы при первых проявлениях данных симптомов проведите диагностику возьмите золотое кольцо и проведите украшением по щеке если остался черный след значит вас кто-то сглазил ну или вы сглазили сами себя проанализируйте свои поступки мысли высказыванию чтобы понять причину явления существуют определенные заговора сглаза снять сглаз можно самостоятельно в домашних условиях при помощи заговоренной воды жидкость впитывает позитивную энергию слов избавляя сглаза целительной воды нужно умыться протереть лицо воду заговорить можно разными способами я сейчас с вами ими поделюсь а вы уже выбирайте именно ту которая вам по душе итак первый заговор краса девица имеют черные глаза это вовсе не девица а мы с глаз который я легко прогоню белой водицы на пою девицу уходи мой сглаз все заговоры которые я вам сейчас дам проговариваются три раза над стаканом воды далее вы просто этой водой умываетесь второй заговор также на стаканом воды березе расти высоко высоко а сглазу с меня сайте быстро и легко сама или сам сотворила или сотворил сама или сам снимаю уйди сглаз меня в сей же час сию годину следующий третий заговор как течет водица по камушкам так уходи утекая с глаз с моей глазницы с моего белого тела жилки каждый да с косточки черный сглаз меня сгинь истина 4 море очень глубоко а небо очень далеко так легко сглаз сойти с меня истина 5 сойти сглаз меня иди туда где солнце не светит где земля не родит где птицы гнезд не вьют уходи 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 следующий заговор очернила сама себя сама и почищу сниму сглаз черный недобрый все беды отведу и последний заговор все что наслано мной пусть уходит горести беды несчастье и все напасти уйдите вон верное слово моё оно сильно истина вы можете выбрать любой заговором который вам по душе берете просто стакан с водой нашептываете слова заговора и все это для этой водой умываетесь предотвратить самосглаз можно различными способами например при помощи огня возьмите себе за правило по вечерам зажигать любую свечку огонь обладает способностью очищать энергетику вокруг себя особенно эффективно действует вместе с молитвой при содействии воды который также впитывает себя любую информацию после трудового дня наговорите на воду и выпейте ее слова могут быть любыми главное чтобы они содержали позитив особой энергетикой обладают волшебные слова такие как благодарю любовь изобилие очищение следующие посредством воздуха эту стихию тоже можно зарядить позитивом и освободиться от негатива существует множество медитационных практик которые помогают справиться с негативом полученным за день и избавиться от усталости при помощи амулетов можно которые защищают от воздействия отрицательной энергии издревле красный цвет считался обережно достаточно носить красную нитку на запястье или надевать предмет гардероба красного цвета можно закрепить булавку на изнаночной стороне одежды ну или носить сумочки или кармане небольшое зеркало отражающий стороной наружу зеркальная поверхность будет отражать негатив направленный на вас правила и советы если вы чувствуете на себе чей-то пристальный взгляд или негативный посыл вашу сторону скрутите кукиш это можно сделать незаметно для окружающих самое эффективное средство от любого сглаза позитивное восприятие мира однако не следует забывать о мерах предосторожности не расхваливайте самого себя особенно перед зеркалом помните что его поверхность отражает все ваши мысли и слова не нужно делиться своими помыслами и планами на жизнь даже с близкими людьми одна завистливая мысль даже случайная человека которому вы расскажете может испортить вам все дело никогда не говорите слуха не думайте о том что с вами такого произойти не может если воспринимаете негативную информацию не нужно размышлять о своей счастливой жизни просто живите соответствии с правилами мироздания лучше не выдумывать причины если что-то не хотите делать например вам сегодня не охота работать и вы решили относиться сославшись на мнимой болезнь будьте уверены что в скором времени вы реально заболеете это выдуманная причина вы запрограммировали себя на недуг притормаживайте любые эмоции чтобы не допускать энергетического дисбаланса воспринимайте все события негативные позитивные как данность не нужно жаловаться на жизнь особенно произносить фразы типа денег нет и их не будет это программирование самого себя на негатив можно воспользоваться советами чтобы изменить свою жизнь к лучшему соблюдать баланс несложно если в вашей жизни произошло радостное событие порадуйтесь благодарите вселенную но не превышайте значимость не нужно сообщать о своем радостном событии всему миру чтобы кто-нибудь не позавидовал и не сглазил печальные события неудачи воспринимайте как данность ведь жизнь полосатая сегодня получили негатив а завтра случится что-то хорошее и это незыблемое правило вселенной